всем привет в общем мы идем покупать еще билеты в горы завтра у меня день рождения завтра мне исполниться 32 года короче решили еще какой-нибудь купить путевку сказать на какой-нибудь экскурсию в горы еще пока не решили куда именно поедем сейчас будем разговаривать человеком то продает позже отпишемся всем привет в общем сегодня у меня день рождения мы поехали в горы и пошел дождь погода нам сегодня прям шепчет ну не знаю мы смотрели по картам она должна закончиться в 11 дня сейчас 7 часов ну там у тебя знает но гор пока не видно они все затянуты . мы остановились за кисловодском общем у нас компания 6 пассажиров один водитель у двоих пассажиров сегодня день рождения двое но ты еще одна девушка женщина вашим не так поняла они с нами учительницы едут их четверо веселые возрасте не уже там прибухивают коньячок там беседочки вот очень лично весело где-то должен быть еще и водопады источник в котором можно будет искупаться ну говорят теплый а там ну да тоже надо сначала дойти до этого источника труселях по холоду короче мы утеплились все что нашли в пятигорске так как он из теплых вещей приехали даже без без ничего андрея нашелся старый спортивный костюмчик тепленький с начосом у меня андрея жилетка наверное нет папина жилетка на даже спортивной корочки тоже все что могли надели на себя ну сейчас поедем еще дальше посмотрим все ну не нравится даже хоть и дождь идет я затрудняюсь сказать главное чтобы было не холодно я лишь за это переживаю чтобы не продуло в общем нас первая остановка приехали мы наверх забрались а по серпантину сейчас все в облаках стоит сейчас будем еще выше подниматься воздух конечно есть очень чистый такой классный дышится прям очень бомба ну сейчас все затянуло сейчас шел дождь прошел я все в тумане сейчас должно принципе это все уйти вот мы приехали на вазе патриоте так вот у нас еще одна остановка участка с облака разошлись и вон как раз виден эльбрус вот он вот здесь где-то макушечка у него стали на дороге сейчас сделаем классные фотки и поедем дальше вообще бомбовский витву и как и кавказский хребет витву там весь виден витву там самое главное телефон Едешь, едешь, на море, когда едешь, нашел меня скала, что тебе не написано, эвакуатор. Так, сейчас мы еще раз подъехали к третьей точке, где мы выходим. Нас привезли, где захоронение древнего города. Сейчас пойдем смотреть его. Уже туман разошелся, скалы такие классные. Кафешку сейчас шайпят. Пойдем. Так, вот оно получается первое захоронение, то есть здесь сам все люди жили. Это до нашей эры, как сказали археологи. Здесь классный вид. Можно вон там, не боитесь садиться? Нет. Вот там классные фотки. Дорога раньше проходила вот здесь вот. Тут прям образ конкретный. Вообще, блин. Смотри, вот правда дорога раньше проходила. Ага. Обалдеть. Ну все, здесь уже как бы сами разберетесь. Да? Да. Вон там, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот стоит, как бы вот этот пейзаж. Вот этот пейзаж. Угу. Такая есть. Хотите, я сейчас сфоткаю вас? Не, да я пофотку. Спасибо большое. Все, ракирик. Угу. Офигеть, даже голова кружится. Тут прям обрыв такой конкретный. Без. У меня же голова кружится, туда подходить. А чем страшно, да? Только аккуратно. Потому что блин, реально страшно. Там прям жестокий обрыв. Кать, ближе не подходи. Блин, вид конечно вообще бомбический. Сейчас классные фотки понаделаем. Офигеть. Блин он. Офигеть. Там прямо обрыв ядрёный. Так, сейчас мы подошли к камню желаний, вот так он выглядит над обрывом, здесь прям конкретный обрыв, там я не знаю, километр наверное. Сейчас мы подойдем к нему ближе, загадаем желания, фоточки сделаем. И дальше пойдем наверх. Так, сейчас мы еще в одно место идем, тут рядышком получается тоже сильный обрыв Такое красивое место. Дерево растет, тоже классное, прямо над обрывом. Высота конечно здесь блин очковая, если конечно здесь занешься там, то укатишься кубарем. Только мы туда и уже не пойдем? Нет, туда уже не пойдем, а то мы уже слишком высоко. Ну смелый видит, пока верит. А это вот эти вот камни, камень на камень наложены. Это что? Ну это вот есть, которые солнцу поклоняются, они садятся энергией. Ну так мне бы что-то рассказывать, я что-то уже не помню. Тут же есть и эти большие камни на камень. Да, поклонники солнца. За восхождением. Первый поднялся на Эльбрус. Килар Хаширов, кабардинец в возрасте 60 лет. Высота Эльбруса 5,642. Расстояние между вершинами 3 километра. Сама высокая точка. О, какие? Сейчас молочка подуем и пойдем. Молоко, наверное. Молоко, наверное, будет здесь. Попробовать по молочкам, да? Молоко, наверное, будет здесь. Это машина везде, да еще с ключами. Оборудование. Говорили, садитесь на берегу. Проди меня обратно. Хоть и мы их здоровы. Возьмете домой, поймете. Ахера, мне так хватает. У вас сушликов. У вас сушликов хватает. Клеточку, клеточку, клеточку. Все молодые. Они, видимо, не дойные. Наверное, телят. Не, доят. Доят их здесь как. Доят, делают сыр. Мне кажется, от телята не подпускают. Делают сыры. Так, мы приехали на водопады. Сейчас мы идем. Здесь река классная, широкая идет. Вот тоже туисты приехали. Сейчас покажем всю красоту. Вот она река огромная. Огроменная. Сейчас там утра идем за эту гору. Мы идем по такому обрыву. Главное не упасть и чтобы гепка не следела. Такой прям конкретный обрыв. Воздух такой чистый аж. А ты же тогда сразу дыхалка начинает работать. Блин. Главное, чтобы башка не закружилась. Как наеду, что не свалится. Вот этот обрыв. Сейчас увидел водопад сыровый. Самый большой водопад, по-моему. Как нам объясняли. Я точно сегодня запоминал. Блин. Даже говорю. Прям с отдышкой. Фух. А вот они туристы все идут. Я вперед убежал. Вот Канька. Ну как тебе? А? Ну от воздуха. Разряжу воздух. Фух. Тут реально круто. Месяц пожить, воздухом подушать. Вообще круто. Фух. Фух. Люди уже идут. Нам сказали, можно вообще вплотную подойти к водопаду. Но придется переходить вот эту реку. Так. Уже вот такой тоже склон. Блин. Тут еще обрыв такой конкретный. Сидеть. Сидеть аккуратно. И шли. Еще голова крутится. Фух. Пипец. Тут получается при Эльбрусе. И вот когда мы поднимались на Эльбрус. Тоже там все голова кружилась. Но мы там поднимались на 3,800. Здесь чуть ниже. Но все равно, блин. Одышка нереальная. Нам все сказали, можно покормить суслика здесь. Приводных, диких. Они горят. Шрубкой облетают. Посмотрим. Тоже на обратном пути, наверное, зайдем. Покажем. В общем. Идем. Вот он. Обрыв. Да. Вот он обрыв. Вот, вот он уже. Водопад. Пипец. Я уже прямо его вижу. Там он. Фигеть. Он накровный будет. Сейчас я вам покажу. Просто. Это, как вам сказал, черная гора, да? По-моему, да. Вроде как черная гора называется. Вообще, блин. Вид, конечно, вот это. Смотрите. Это просто пипец. Круто. Охренеть. Это вот айфон не передает. Мне одна камера. Да. Это надо глаза не увидеть. Это просто крутотень. О, уже, кстати, я уже чуть-чуть уже в норму прихожу. Уже отдышался. Уже нормально. Уже голова не так кружится. То есть, самое главное, первые там минут 20-10 акклиматизироваться. И потом уже более-менее адекватно. Туда многие приезжают туристы и альпинисты заранее. Там до восхождения, там, за неделю, за месяц, там, чтобы адаптироваться. Все, вот мы подошли. Сейчас я камеру перевернул. Просто офигеете. Вот он, вот он. Видите, да? Сейчас за вот это зайдем и его просто офигеем. Блин, это охренеть. Как будто какой-то, я не знаю, в сказке. Главное, не здесь зануться. Не укатиться в эту речку, блин. И главное, телефон не уронить. Офигеть. Все, сейчас я вам покажу. Охренеть. Это просто бипец. Пипец, что за мощь. Офигеть. Это просто, блядь. Офигеть. Вот еще опрыш. Сейчас мы обойдем этот опрыш, чтобы не упасть. Блин, здесь тоже опять голова кружиться начинается. Сука. Вот. Аккуратно. Вот он, это пипец, что за охренеть можно. Сейчас. Это пипец, видите? Офигеть просто. Ох, а блядь. Здесь вообще. А дальше есть. А, ну да, там в Клипкий мост он говорил. Да. Там он говорил в Клипкий мост. Ты сможешь аккуратно пройти? Не знаю. Ой. Так, очень аккуратно иди. Аккуратно. Ну аккуратно, давай. Сейчас мы уже отойдем. Уф. Сейчас, короче, как нам объяснили, надо туда спуститься, и прямо можно подойти вплотную к водопаду. Но главное, чтобы не подходить, потому что там камни летят. Куда мы можем подойти? Вечера. Вот, короче, я вам покажу, чтобы вы уже видите, как это здесь есть. Это просто мощь. Офигеть. Просто офигеть. Это вот стоит. Реально, чтобы не раз глазами увидеть, это реально круть. Так, нам делаем найти хлипкий мостик. Нам сказали, там есть хлипкий мост, дохлый. И через него можно пройти. Честно. Тут скользко, кипец, как коварук. Лошадь скользко, камень. Так, где этот мост? Ну все, можно фотки глазом поделать. Сейчас сделаем фотографии, и пойдем искать не нужно. В общем, мы не стали переходить, потому что что-то там все такое хлипкое, скользкое. Кроссовки скользкие. Ну плюс, Катя не умеет плавать. Если даже, не дай бог, мы здесь донемся, блин, мы даже не выплывем. Там, блин, там такое течение, что это вот. Там горная река, я не знаю. Хрен потом выплывешь. Ладно, сейчас еще вам покажу, с другого ракурса, вот сейчас вот с этого классно видно. Нам сказали, даже если мы подойдем ближе, там очень близко подходить нельзя, потому что оттуда еще и камни летят. Да, с этой камни летят, еще, помните, кирпичного на голову не прилетел. Сказали, близко не подходить. Ну, так я хочу вам сказать, остальное сможет, что-то пипец, как эффектно. Прям мощно. Увидели, короче, маленький пирсик, я офигел. Вот он, видите, маленький. Я вообще не знаю, для чего он здесь стоит. Какой псих там вообще на этой высоте делал мостик такой. Я не знаю, может там для жертвоприношения, там, в древности. Ну, это, блин, я даже не знаю, чисто сейчас случайно увидел и офигел. Жалко, камера ближе не приближает, а не приближает. Вот он, его хорошо видно. Вообще, блин. Так, ну все, мы идем обратно к машине. С кем мы приехали, они не захотели идти, не забоялись. Вот, остались. Мы пошли посмотреть. Сейчас мы уже идем обратно, дальше едем. Это была у нас как бы первая точка остановки, такая прям масштабная. хорошая. Сейчас еще поедем дальше. Тут еще, оказывается, есть гора силы. Но мы ее объехали и не захотели останавливаться. Кто с нами ехал. Там, получается, кто не может забеременеть или у кого-то проблемы с зачатием. Туда поднимаешься на гору, на небольшой гора. И там нужно приложиться к камням. И говорят, что там очень сильная энергетика. Прям пипец, там нереальная энергетика. И в 100% потом женщина забеременеет. Ну, не знаю. Потом, на следующий год, когда приедем, туда можно подняться. Это еще не просто там, чтобы забеременеть. А, в принципе, там побыть, зарядиться энергией. То есть там прикольное место. То есть это не фантастика, а именно действительно там такая энергетика. Вот мы опять поднялись на то место, где мы фотки делали. Ну, тут тоже вот вживую смотрю, прям реально круто. Сейчас поставлю камеру на ближнюю дистанцию. Вот. Очень мощная. Круто вообще. Туда, конечно, ближе-то и не подойдешь. Но это, конечно, эффектно выглядит. Пожалуйста. Еще такая странная пещерка. Такая. Интересно так все здесь. Скалы такие классные. Высокие. Вот меня реально смущает вот этот мостик. Я на него смотрю и думаю, кто его там делал. Реально там вот. Даже закрепиться. Я не знаю, как там, блин, закрепить его. Для чего? Там даже воды нет, чтобы спрыгнуть там, не знаю. Блин. Это действительно, да, кого-то скидывали? Как жертвоприношение. Вообще, блин. Так, ладно. Погнали мы обратно к машине. Показали вам водопады классные. Блин, вот странно, да. Вроде туристическое место. Люди приезжают. Неужели нельзя сделать мостик, блин? По-человечески. Облагородить. А? Мишина там уже стояла. Ну да. Там тоже, когда шли, там один тоже не захотел подниматься. Да, подниматься, потому что, говорит, ноги скользят и опасно. Так, что здесь, да? Ну да, по камням. Не, ну там по камням. Ладно, сейчас мы видео выключим, потом с ним, когда поднимемся. Так, в общем. А? Я хочу подойти туда ближе, посмотреть. Сейчас мы решили подойти ближе к этому водопаду. Вот, получается, с другой стороны. Блин, тут, конечно. Вот. Грязно. Главное не наступить в лепешку. Вот. Ну, блин, как круто, а? Офигеть. Сейчас, короче, подойдем вообще вплотнушку. Это вот люди оттуда войдут сюда, и вот здесь они останавливаются. Ну, грубо говоря, мы также подошли, да, очень близко к водопаду. Без ущерба для здоровья, чтобы не свалиться в реку. Потому что, если упадешь в эту реку, хрен, блядь, выплыешь. Унесет куда-нибудь, на, блин. Вообще бомба. Сейчас поставлю ближе. Вот. Обалдеть вообще. Вот реально метров, наверное, 60. И в этот водопад. Просто мощно. Класс. Вот здесь сейчас фотографии будут вообще сверцбомбовские. Классные вообще. Река вообще просто... Такая прям мощь фигачит. Класс. Блин, ну это того стоит, честно. Нужно сюда приехать, это вживую увидеть. Я даже не знал, что в России реально есть такие места. Классные места, которые стоят очень дешево. Вот мы заплатили за поездку на двоих 5 тысяч рублей. И реально круто. Это не только мы, это вот это мы увидим. Мы еще увидим кучу мест. Тут до Эльбруса, буквально, не знаю, рукой подать. Здесь реально классные места. Просто крутотень. Вот Катя тоже снимает. Круто вообще. Все, мы пришли. Дорога тоже оказалась сложной. Потому что там пошел дождь, вода. В полу раз чуть не свалились. Нормально, дошли. Все, сейчас мы едем дальше. Какой инфраструктур. Просто дышит и все, и пьет воду. А зачем смысл был вот там строиться? Ну дача в заповеднике. Наверху. Это просто сравнение. Там в 38 году дачу Калмыков построил, его расстреляли. А здесь задачу построил. Вот как поживёт. Вот зараза. Пора настрелять. Да. Я это сломал. Мы приехали на гору. Сейчас будем кормить сусликов. Давай я поснимаю, а ты кормить. Да. Одиному уже дали. Он начался. Надо это, хлеба дать. Мне кажется, они нас испугались и убежали, нет? Вот смотрите. Подходите ближе, да? Вот она норка. Вот таким макаром. Вот увидели суслика, да? Вот такая вот маленькая. Не надо сильно много. Вот такая маленькая. Возле норки кидаете, он вылазит ближе, ближе. И потом прям с руки можно его кормить даже. Нет. Я тебе говорю, чтобы не грызнул. Нет. Ну, уже смотрите, да. Надо просто... Вот напугали сейчас все. Машину откидывать. Сейчас они должны повылазить. Сейчас можно. Вот это. Ах, маленьких. А это попадки не напустят. На. Смотрите. Девайон. Дим-крикеры. Смотрите. Маленький, шашечек. Суслик. Да. Слушай. Ничего себе. В руки взяла. Смотрите. Какой маленький. Хрункая. Еблой к нам Снимаешь его? Да Какой прикольный вообще Как игрушечный Он же прям кает На Ну на Видео включил Да Были только что на водопаде Черной горы А это водопад Султан Главное телефоне С такой высоты Видите здесь конечно Ядвеный Где водопад сам Так главное здесь не упасть Ох ты гни Вон он Вот он Водопад Султан Вот куда можно встать Только бить Хотите Отбавить Водопад Все Сделали мы фотки Блин реально страшно Так вот подхожу к обрыву И вот оно Пипец Вот так вот Фух Очень страшное место Блин Ладно Я здесь донулся А то же Стоять страшно Ладно Пойдем Катя Мне как-то тут не нравится Какой-то такой Склон Сильный Эльбрус Как раз за вот этой горой Начинается Эльбрус Так вот Пойдем Какая-то offense Катя ДИС Стран ДИС Продолжение следует... В общем, мы приехали в долину Нарзанов, сейчас пойдем пробовать, дегустировать Нарзанов, потом покушаем, сейчас видео покажу. Заказали поесть, взяли шашлык, хачаны взяли, айран, сейчас попробуем, сейчас вам покажем долину Нарзанов, как она выглядит из себя. Вот, то есть река протекает, потом в купель можно купаться, но сейчас идет дождь, и что-то я взял, как бы плавки скакивать, но что-то я как-то не хочу простудиться. Тем более нам в Москву ехать через дней 5, наверное, а заболеть как бы не особо хочется. Сейчас попробуем Нарзанов, Нарзаны попробуем, блин тут прикольно сделали. У меня высоты боюсь, мне прям аж фиговатит. Вот Нарзан источник номер 9, номер серебряный источник, то есть они разные здесь есть. Сейчас мы купили покушать, пока будет готовиться, пока готовится, мы Нарзаны попьем, потом покажу эти ванны. Хочу попросить гида, чтобы остановился возле замка, там весь замок, когда мы ехали, там такой заброшенный вон, вот его видно. Вот он, вот он замок. Попрошу вот, чтобы там остановиться, чтобы там полазить по этому замку. Не знаю, получится или нет, но там не прикольно. Сейчас попробуем. Так, вот он серебряный источник, Нарзан в паре. Сейчас я буду пробовать его. Бутылку с собой взяли. Нарзан источник номер 8, номер 7, номер 6, еще где-то. Сейчас мы когда были до этого месте, там был Нарзан источник, туда надо далеко идти, туда паломники приезжают. И этот Нарзан источник получается для очищения кишечника. То есть ты выпиваешь этот стакан и ровно через 15 или там 10 минут все надо в туалет искать, потому что все, просто нужен был туалет в общем. И тогда люди приезжают для очищения желудка и прямо на неделе две так там с палатками останавливаются и лечатся. То есть прям, ну круто. Такого Нарзана я еще не видел, чтобы там через 15 минут надо на туалет искать. Так, давай, разливай воду. Разливай. Сейчас будем пробовать Нарзаны. Сейчас дождь идет, хорошо, что телефон водонепроницаемый. Холодная? Ведяной. Ведяной? Да. Ну как на вкус, отличается от Перегорского? Да. Нормально? Да. Это как на Эльбрусе? Показ, 104 градусов. Это у нас 104? Он без сероводорода, мне кажется. Как на Эльбрусе. Но здесь особый Нарзан, здесь прям кайфовый. Там на вкусу получается. Да? Даже не сравнимо с тем, что в бутылках продается. Он дай попробую. Вообще не сравнимо. Реально прикольный. Такой прям без сероводорода, необычный вкус. И прохладная, прохладная вода. Ну классно вообще. Сейчас серебряная вода. Я пил бы вообще круглогодично и литрами. Интересно, а вот здесь стаканчиком бить ватуру есть? Вообще бомба. Сейчас подошли к серебряному источнику. Хочу показать. Кто-то камни выложат. Четненько лежат, даже не падают. Так, сейчас будем пробовать Нарзан. На вкус. Серебряный источник. Давай, дегустируй. О, он еще холоднее. Холоднее? Я знаю, почему он серебряный. Он у вас совсем другой вкус. Другой вкус? Они прям рядышком вроде бы, да? Я не понимаю, как они из такой времени коры все пищают. Давай, давай, давай. Ну пробуем. Он какой-то без газиков. Он вообще какой-то такой. Да, он просто как без газов. Просто как чистая вода. Вот мы были в Доминикане и покупали там воду в Доминикане, очищенную хорошую. Вот она прям, ну похоже на Доминиканскую воду. Прям такая офигенная. Она без газов, но она прям чистая-чистая. Прям классно. А вот сейчас наш дид пошел вон туда, под лестницу вон туда. Да, Нарзан тоже пить. Сейчас мы тоже туда пойдем. Сейчас здесь попробуем еще. Так, ну вот здесь седьмой источник. Ну здесь походу из лужица надо набирать. Да ну что из лужи пить что-ли? Это как в сказке. Выкинусь там, ну это, и ты с джоночком станешь. Что, серьезно что-ли? А если это стек такой, и сюда не пьют воду? Значит я стану под джоночком. Я чуть-чуть попробую. Какой-то лужи пьем. Ну и что? А он больше на Пятигорский похож. Да? Сержи, водород? Ну не такой. Просто чем-то похож. Просто какой-то не похож ни на что. Странно какая-то. Может мы анатолию из лужи хапанули. Там еще какой-то идиотокзал. Вон у нас же какой-то пыслый сажа был. Странно. Там какой-то шестой источник. Там труба какая-то. Заказ 108 готов. Заберите пожалуйста. Там какой-то этот, будем из этой трубы пить? Да. Да. Странная труба. Сейчас мы будем везде набирать воду. Ну что, я поехал, да? Да. Блин, я вот одному удивляюсь. Ну неужели нельзя как-то облагородить и сделать, ну как-то… По нормальному подходу. Да. По нормальному подходу. Ну там не трубу вывести, а по-человечески сделать. Это же вроде стоит там, блин, не таких больших денег. А по факту вот мы пьем из трубы. Вот он. Нарзанный источник. Сделать там какую-то крышу, не знаю, там здание какое-то красивое, там, чтобы можно прийти и по-человечески там выпить. Ну как? Мне не нравится. Не нравится? Ну вообще-то просто вот даже похож. Что-то не алло. Поэтому наш гид попил в серебряном источнике и по-бырому побежал туда в другой, на другой берег. Да, тоже сейчас туда пойдем. Сейчас уже дождь начинается, телефон уже мокрый. Пошли в ванну покажем. А, в ванну сейчас покажем, нарзанный. Там люди приезжают туда со всей страны. Обычно тут очень много любит топы. А, девятый источник. А, девятый источник. Девятый источник, давай пей. А вот он больше с газиками. Да. Вот похож какой-то сероводородный у нас. Да, этот как Пятигорский на Тарханах. Только поменьше газа. А такой же как на Тарханах. Тоже кайфовый. Так, сейчас вам покажем вот эти ванны. Сейчас вижу, блин. Так, вот они в ванны. Дождь льет. Так, можно конечно сюда окунуться. Люди приезжают с ну... Ну, что это я боюсь забоить. Ох, холодная она, блин. Лед вообще ледяная. Это... Тоже какая-то, наверное... Какая-то она грязная, что ли. Ну, не грязная, это, наверное... Какая-то особенная она, вода какая-то. С гормушкой. Такая же. Такая же. Ну, блин, сейчас я не риснул бы. Даже если была бы жара, она прям по теплу. Хоть как-то, чтобы обсохла. Просто она реально холодная. Прям... Руку засовываешь. Да, она очень холодная. Прям лед. Вот эта прям ледяная. Посередине еще более-менее как-то. Вот это вообще лед. Лед? Лед вообще, да. Вот это потеплее всего. А вот это тайнее. Что-то между ними. Самые теплые рыжинки. Да. Ну, вот это вообще ледяная просто. Сейчас зайдешь... Ну, окоченеешь нахрен. Да. Сейчас мы пойдем, наверное, на те источники. У нас все через реку. И... Через реку сейчас, да, пойдем? Да. А потом пойдем кушать. Сейчас покажем вам потом еду. Вот здесь. Вот она переодевалочка. Раздевалка такая. Вот. Люди приезжают сюда. Сейчас. Горы вообще бомба, блин. Здесь класс. Тут до Ельбруса вообще тут подать рукой. В общем, все рядом. И вот Нарзан здесь совершенно отличается от нашего Пятигорска. Вот тот, который мы пили возле Ельбруса. Да. Да. Вот как на Ельбрусе. Так вот мы подошли к еще к одному источнику. Ну, он туда заходил. Здесь он пил. А куда он заходил? Да. Вот здесь что-ли заходил, да? Ну, вот в двое там, в тринадцатом пил. Ну, давай попробуем тоже. Лужица, да? Лужица не заболит. Болит. Угу. Ну, давай в эту лужицу засуну. Попробуем водиться живой. Река вообще бомба. И что так классно. И вон люди тоже ходят. Сейчас вон там вот пили Нарзаны. Что будешь пить, давай? Походишь тоже где Тарфаны, как будто с сероводородом. Ну, походу, что из земли бьет, то с газами. А там, наверное, может что сверху там сделано. Там уже. Ну да, с сероводородом. Ну да, теперь главное, чтобы живот нормально среагировал. А то где-то здесь искать, придется в замок бежать. Нет, здесь есть туалет без славы. Прям кружа, вкусно, без славы. Ну что, больше не будешь запить Нарзаны? Ну, по факту они как бы все схожи. Боже, они все рядом стоят. А вот конкретно отличается этот серебряный. И который рядом с ним был. Он такой прям кайфовый. Я не помню номер. Самый первый пили, да? Да, да, самый первый пили. Прям кайфовый. Ну и все. А эти вот они, ну, такие же, как это вот. Я не думаю, что здесь какое-то скважины отдельные стоят. Что вот они стоят. Что здесь прям конкретно разные идут, я не думаю. Так, все, мы идем кушать. Посмотрим, что они сделали. Короче, мы заказали шашлыки. Потом... А что мы там еще заказали? Шашлык... А лагман, что мы заказали? Наверное, и так много будет. Ну и так, да. Если мало будет, сейчас что-то закажем. Печину с сыром мы заказали. Чуек... Андрей... Айран, по-моему, да, ты заказал? Ну да, полторашку Айрана взял. И щелчок из баранины. Все-таки сегодня у нас особенный день. Не дожди мне Андрея, поэтому хочется мне покрутить. Единственное, Андрей отказался от вина. Я просто что-то тупанул. Сейчас подумаем, что я куплю вина. Отмечу днюшку вином. Вином домашним. А я вот не знаю, что ты имеешь? Нет, тебе эти привычки произойдет. Будут чаем отвечать. Вот такие вот ступенечки. Классное место. Сюда вот местные приезжают парни. Мне нравится здесь. Погода, да, сегодня подвела. А так все классное место. Тут, мне кажется, когда хорошая солнечная погода, здесь просто шикардов. А сейчас все туманом затягивается. Ну да. Вот так вот эта собака смущает огромная. Так она мне не должна. Ну, вроде тоже. Все, до собак. Все, сейчас пойдем кушать. Вина, да, возьмем? Ну не знаю. Тут внутри нельзя, да, сидеть? Только снаружи получается. А где там нас? Они вовнутрь пошли? Да спросить, может, вовнутрь можно. Все, мы заказали общую еду. Сейчас это я вина взял. Сейчас я понимаю, отмечаю днюху. Я чаю. Да, это домой взяли. Айрал и чак-чак. Это сыр, наверное, донашний. Спинка, мурашки. Это каре, да? Ага, каре, мурашки. И хачинь сыра. Я отрезала, попробовала, вкусный. Мне понравилось. Да? Да. Вкусненький кусочек уже отрезала. И это физмук, по-моему, или подмогает. Да, этот бокс. К мясу. Да, это вообще шикарно. Сыр, получается, домашний. Прям офигенный. Прям вот, он до копии раз вообще вижу. То есть, он жесткий и такой, как масло. Классное вообще. На вкус прикольный. Все, мы уже поели. Сейчас мы пойдем дальше. Пойдем показать. Делают молочку, получается, прям здесь. Вот. Баксанская. Тишпех. То есть, прям местная, классная. Попробую. Думаю, такое вино полторашка. Сейчас пойдем снимать этот замок. В общем, мы выпили вина. Точнее, я... У меня прям хорошо стало. Там какое-то хорошее вино, которое прям сразу, ну, по шрам дает. Фух. Короче, может быть, даже еще чистый воздух, который здесь конкретно. Короче, мы пришли в замок. Этот замок построили после войны какой-то чиновник. Потом об этом узнал или Сталин, или Ленин, так я не понял, как нам объясняли. В итоге его застрелили, а этот замок так и остался. Сейчас пойдем посмотрим его. Видео снимем. Сейчас по такой брусчаточке идем. Здесь вообще заброшенное все. Включил широкий угол. Вот такие вот дома заброшенные. Блин, там собака здоровая. Пойдем туда? Это вот та, которая там была, собака большая. Так, вроде собака ушла. Здесь вообще как в Припяти. Реально, блин. Она вот нас увидела, собака вроде. Она как в Чернобыле. Ну да, реально, как в Чернобыле. Здесь в Резвальном доме собака обитала. Блин, здесь реально я как-то страховала вообще. Ну, как-то не по себе. Здесь всегда собака, блин. Как в этом, в этом же фильме. Там же была овчарка. Да. Которая предхитывала. Вот какая-то странная. Это статуя вот такая. Какой-то воин. Там женщина какая-то. Вообще реально, блин. Как фильмов ужасов. И вот это здание. Здесь реально можно фильмы снимать. Ужасники-финки. Как нам сказали, у него можно лазить. Вон, кстати, там. Люди там ходят. Люди ходят, да. Заход зашли. А не вон там по тропинке спустились. Оказывается, там тропинка есть. А мы по верху шли. Вот оно. Сейчас на широкий угол поставлю. Вот оно. Здание. Реально какое-то такое прям готическое. Наверное, крутые фотки будут. Тут собаки спят. Но они вроде не кусают. Чемпец. Место, конечно, странное. Так вот в горах такой замок. Офигеть. Что, будем фотографироваться? Да. Мы тут зайдем. Блин. Там надо фонарик включать. А тут там собаки. Собаки. Ну, хотя они вышли оттуда, вот девчонки. Вот там всякий этот парень. Девчонки пройдут. Ну, пойдем. Включай фонарик. Офигеть вообще. Что-то как-то. Главное, чтобы здесь собак не было. Офигеть. Вот еще в те годы. Плитка тех годов. Такая прям. Здесь, наверное, была какая-то ванна или баня. Не знаю, как эта камера передает. Нет. Сейчас. Надо попробовать включить эту вспышку. Вот. Вспышку включил. Вроде получше. Со вспышкой. Там тоже какая-то комната. Сейчас пойдем наверх. Сидеть в те годы, да? Короче, такой типа был гипс. То есть, отделка. А? Пальцем влазим. Ну, да. Необычно. Здесь три этажа получается. Давай на балкон видим. Это как в Петербурге сказать. Эльза есть? Замок Эльза. Ну, там все разбито. Тут что, есть свет что-ли был когда-то? Я думал, здесь такого не было. Двери такие старые. Древние. Пипец. Все такое разбитое. Это здесь. Ну, кто здесь, наверное, жил. Когда-то жили люди. Вот этот чиновник. Здесь, конечно, классно. Выходишь. Вид такой классный. Бомба. Бомба, да? Чего не восстановит. Было бы прикольно. Восстановили бы, сделали бы какую-нибудь здесь гостиницу, например, классную. Чтоб. Чтоб люди приезжали, дышали свежим воздухом. Стоит за барошиной. Я даже с радостью купил был билет в такую гостиницу, если она была отреставрирована. Поехали вовнутрь. Пойдем. Фотографии где будем делать? Я знаю, где больше. Так, сейчас мы идем дальше. Сейчас мы сделали пару фотографий прикольных. Сейчас мы идем дальше. Здесь мы уже будем на втором этаже. Здесь будешь, да? Ну, в той были, но в той начале. Сейчас она последует. Поднимемся. Кстати, вот этот реально. Какие годы постройка. Там сороковых. Туда уже типа обоих делали. Тоже ванная комната была. Батылки здесь, конечно, высокие. Все, конечно, поборовали. Это еще обои тех годов древних. Паркет. Круто. Ох, нифига, всякая лестница. Сейчас пойдем наверх. Посмотрим, что там наверху. Потолки здесь примерно где-то метра, наверное, четыре с половиной. Так, вышли мы на улицу. Здесь, конечно, классно. Да, когда вы, наверное, построили, здесь была бомба. Здесь, конечно, круто. И вот интересует больше последний этаж. Там есть лицевая лестница? А я так... Так, пофоткались, посмотрели. Есть еще наверх. Но Катя боится эти наверх, а? Я пойду. Ну ничего, посмотрим, что там. Даже интересно. По лестнице поедет страшно подниматься. Блин, ну а что там? Посмотрим, что там. Ну не выдержит, свалимся. Серьезно? Ну, о, блин. Что такое? Блин, прям аж опасно голову поднимать. Она прям по башке может. Сейчас я поднимусь. Ну, вроде. Нормально. Как в этом, в Припяти. Когда я еще по заброшенному этому плазилову замку. Блин, а здесь на крышу, Катя, выход. Вот. Офигеть. Хлипкая эта хрень. Фух. Офигеть. Они, походу, выходили здесь. Там чай попить. Покурить. Классно здесь. Смотри, как здесь классно. Офигеть. Вообще бомба. Ну да. Что, еще наверх? Там прямо на башню самую. На самую башенку. Он дреет. Пошли дреет. Так. Сейчас. Главное не шандрахнуться. А куда она ведет-то? Офигеть. Здесь такое все древнее. Блин, а здесь уже нет лестниц. Ну, здесь ступенек нет. Блин, ну там, короче, ну его нахер-то идти. Все, ладно. Тут просто чувствую, что она уже прямо подо мной просто шатается. Вот эта фигня старая. Офигеть. Все, надо отсюда сваливать. Такое все древнючее. Естественно, когда его строили? В каком году? Он же говорил там до военной. А, до военной? Нифига себе. Они даже до военной. У них уже обои были. Поклеены. Ну, это же кто-то из правительственных, так сказать, да? У меня непростой живет. Ну да. Ты заметил, какой рисунок на обоях был? Ну да, рисунок. Такой. Ее же похожи на... Цветочки. На салфетках еще вышивали такими, как крестиком. А. Вот здесь, да? Нет, слева. Вон она. Вон она. А, никуда не заходил. Вот. Привысились. Вот. 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 Ну да, прикольный рисунок. Сейчас. Офигеть. Такие прям обои старые. Ну это, наверное, такие прям были европейские. Из Европы. Здесь. А здесь я показывал обои. Честно, вот здесь вот прям офигенно снимать фильмы ужасов. из заброшенного здания. Или как Чернобыль. Фильм Чернобыль. Тут бы сняли, было бы тоже круто. Такое прям гостическое место. Блин, вот ты нас видел, смотришь, не сказали. Сколько здесь? Четыре этажа, правильно? Здесь полноценных четыре этажа. Три и ты по башне еще продумался. Ну, считай, четыре этажа. Вот. С улицы, когда смотришь, кажется двухэтажный дом. Честно, с чего вы устроили? Из-за свистника? Нет собак? Нет. Вот, здоровая собака. Иди. 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 Ну пойдем. Ну она вроде не кусается, но мяшер. Не знаю, не пошли. Маленький кутенок побежал. Нет, я только не за нами, пожалуйста. Не, ну они не кусаются. Они местные, чтобы они кусались. Ну слава богу, что они не кусаются. Вон они за нами идут. Собаки. Нет, я не знаю. А? Нет, я не знаю. Надо убежать от них. Ах, блин. Плюнь. Ну что ты думаешь это? Не пугай меня. Вот это, кстати, прикольно. Слаза такая прям. Как в Mortal Kombat. Тоже старое какое-то здание раздумывается. Как нам сказали, здесь был раньше пансионат. Угу. Угу. Пансионат был. Надо уже идти быстрее в свои экскурсии. Они уже закончили, наверное. Питьевые свои ванны. Напишите комментарии ваши, как вам наше видео поездка по горам, блин. Мы что-то вообще прикололись с гор. Будем каждый раз, когда в питьевость приезжать, гонять в горы. Видосы снимать. Воздух, конечно, здесь вообще чистый. Прям вообще. Фух. 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 Горы. Вот здесь вот вроде как кто-то живет. Такой вот заборчик. Все, конечно, раздолбанное. Довоенное. Фух. Все, вот мы пришли в долину Нарзанус. Вот такой вот нас встречает форт. В долину Нарзанус. Построим в стиле того дизанта. Ага. Фух. Фух. Такая дышка прям, блин, как будто я двадцать километров проезжал. Фух. Фух. А это такие камни известняка. Фух. 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 Ну все, мы идем обратно к машине. Сегодня по факту это последнее место нашей экскурсии. Фух. 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 Местом, где там домашние продукты. Мы там закупимся сырами. Видео снимем сейчас. Хотел сказать, что-то из башки вылетело. А, мы не попали еще в одно место. Получается там мостик желаний. Получилось так, что мы неправильно поняли гида, и с нами кто ехали, женщины. Они не захотели. Мы, конечно, не поняли и не захотели. А потом когда мы уже туда уехали, он говорит, вы туда не пошли, там был мостик желаний, там можно было . Фух. И они говорят, как был мостик желаний. Всё, короче, тоже не поняли уже. И уехали, и смысла не было возвращаться. Поэтому направо на экскурсию вернемся еще раз. ... Ну да, вернемся. так что сейчас мы едем сейчас мы поедем на рынок и там снимем видео